Здравствуйте! В эфире программа «Просто о вере» и я, ведущий священник Максим Портнов. Мы продолжаем говорить о заповедях. Сегодня у нас новый гость, клирик Иверского Самарского женского монастыря, священник Дионисий Кузнецов. Отец Дионисий, здравствуйте! Здравствуйте, отец Максим! Отец Дионисий, мы с отцом Александром на прошлых программах говорили о первых двух заповедях. И вот хотелось бы коснуться следующей, третьей заповеди и вот поговорить о том, что она из себя представляет и насколько она важна сегодня. Да, действительно, заповедь, которую Господь дал людям через пророка Моисея, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Его не оставит Господь Бог без наказания того, кто произносит имя Бога напрасно. И эта заповедь, с одной стороны, одна из очевидных заповедей, а с другой стороны, толкование, понимание, насколько, что считать напрасным. Это с древних времен занимало верующих. И есть одна крайность — не произносить имени Господа Бога вообще. То есть вообще никак, кроме чтения Священного Писания. То есть тогда, когда человек не дерзает произносить имя Бога, все его имена, которые открыты в Священном Писании Ветхого Завета, Нового Завета, и само слово «Бог» тоже не произносить, не писать. Если это необходимо в разговоре, то человек говорит либо то имя, которое не используется в Священном Писании, чаще всего, либо общеупотребительный какой-то термин, который ясен каждому. Например, свыше. Тот, кто свыше. То есть не произнося. Это так в Священном Писании не произносится. А в обиходе сразу становится понятно даже неверующему человеку, кого имеют в виду. Это одна крайность. Другая крайность — это тогда, когда человек вообще не задумывается о том, что Господь Бог имел в виду в этой заповеди, и произносит имя Бога, именует его так, как считает привычным для себя, так, как считает возможным. То есть в повседневном разговоре, не задумываясь о том, что… В повседневном разговоре, в ругательствах, ну как угодно, да. И это касается не только не церковных людей, но и церковных в том числе. То есть сейчас, в наше время, точно так же, как и в древности, есть люди, которые буквально следуют исполнению заповедей. Сказано, не произноси напрасно. Я не знаю, когда обосновано, поэтому вот не буду произносить вообще никак. Либо не задумываться вообще никак о том, опять же, когда уместно, когда неуместно. Почему? Потому что это слишком сложно. И мне не нужно этим голову забивать. То есть если человек рассуждает так, то в результате и первая позиция уязвима, а вторая уж тем более, когда человек не задумывается о соблюдении заповеди, это приводит его к многочисленным ошибкам. И поэтому, если сейчас верующий человек хочет разобраться в том, как стоит воспринимать слова Божии этой заповеди, то прежде всего нужно понимать, для чего Господь Бог даёт нам эту заповедь. Потому что Господь вообще все заповеди даёт нам как секрет человеческого счастья. То есть он не стремится ограничить нашу жизнь просто для того, чтобы нам создать трудности какие-то. Когда Господь даёт заповеди, Он даёт их как любящий отец, желающий мирного устроения души, мирной жизни своим детям. И зная, что может лишить их этого мира, Господь даёт заповедь свою. И здесь тогда, когда человек, например, святые отцы очень часто употребляли сравнение для понимания. Раз Бог сам называет себя отцом, значит, уместно для толкования говорить о взаимоотношениях между родителями и детьми здесь на земле. И поэтому точно так же, как человек, который чтит свою мать или чтит своего отца здесь на земле, никогда не будет их имя произносить просто так, в бране тем более. Или наоборот, избегать упоминания. Этот человек. Никто не скажет про своего отца, если он его любит. Этот человек. Про того, кого не любит, и ему противно произносить имя. Ну, это ещё да, да, да. Тогда человек может, так сказать, если он действительно любит, уважает, чтит своих родителей, то он скажет спокойно, где это уместно, с уважением, имя своих родителей, или назовёт их мамой или папой, мой отец или мать, с уважением. И здесь Господь, когда говорит свою заповедь, Он прежде всего подчеркивает, что должно быть искреннее чувство у человека, произносящего имя Бога. Почему нельзя произносить напрасно? Потому что слишком драгоценны эти взаимоотношения. Слишком они важны для верующего человека, могут быть, если он этого хочет. И тогда, и только тогда он будет произносить их с должным чувством. И тогда действительно само вот это искреннее чувство любви к Богу, оно подскажет ему, когда уместно и как уместно произносить имя Бога. И, конечно же, это не только слова молитвы, хотя прежде всего, когда человек обращается в молитве к Богу, он именует его, и здесь самое, наверное, уместное произнесение имени. Но когда он своей вере говорит другим людям, близким людям, или тем, кто от него требует ответа, как в жизнеописаниях мучеников, когда они говорили о том, в какого Бога они верят, как именно они веруют в Бога. Святые произносили в этот момент имя Бога так, как им их вера подсказывала. То есть как оно в Священном Писании в том числе, как он сам себя раскрыл. Да, как себя сам раскрыл, понимая в то же время, что человек далекий от христианской веры, может не понять. Если человек слышал о христианах, и знает, что они последователи Христа, то как сам человек воспринимает Христа? Бывает, что человек малоцерковный заходит в храм, и священник, не зная, что этот человек малоцерковный, сразу, например, не понимая, может говорить о Боге, как с вершим. Человек пришел в храм, значит, в нем есть искренняя вера. И говорит ему, ну вот вы же молитесь Богу. А человек может ответить, кто такой Бог? Да, и тогда священник понимает, что у человека нет своего глубокого представления о Боге. И он находится, в лучшем случае, в периоде сомнений, раздумий. А может быть, и не верит вообще. Может быть, это вопрос, как у понятия Пилата, что есть истина не для того, чтобы найти эту истину, а для того, чтобы подвергнуть сомнению саму возможность найти истину. Здесь то же самое. Человек может сказать, а кто такой Бог? Потому что он не верит ни в какого Бога и в его существование. Но тут же есть такое как бы ошибочное мнение, что мы все верующие, но я же признаю, что он существует. А кто он, что он, я не знаю. И вот люди путают понятие религиозность и вера. Это очень разные вещи. Да, это действительно разные понятия. И с одной стороны, религиозность и вера присущи каждому человеку, кто верующий. А с другой стороны, исследователи, те, кто исследует нас со стороны, скажем так, верующих людей, или наши отцы-богословы, которые исследуют феномен веры в человеке, они говорят, что если выделять, допустим, веру, религиозность и магическое мышление, то в каждом человеке есть какая-то черта, одна из этих трех, которой больше, а других, может быть, меньше или почти нет. И если говорить о религиозности, как потребности выполнить правила, прежде всего, по крайней мере, так в церковной науке и в светской науке описывают религиозных людей, то потребность выполнить правила для человека может быть внутренней, потому что он хочет, чтобы никакая беда его не коснулась. И поэтому он выполняет правила. Вот в том числе с этим связано желание человека не произносить имя Бога вообще, чтобы не нарушить... Покой. Да, чтобы не нарушить заповедь. Рассказано — нет. А если я нарушу заповедь, Бог меня накажет, то есть если в взаимоотношении с Богом человек ощущается как строгий судье, который наказывает за ошибки, а я вот человек, который не должен ошибаться как можно дольше, чтобы не подпадать под наказание Божие, то тогда, да, человеку проще не делать всего того, что ему представляется опасным. Вот. Человек верующий, то есть тот, кто доверяет себя, свою жизнь Богу через доверие, да, веруешь ли ты Богу, так как у нас в Таинстве Крещения священник спрашивает, человека, готовящегося, доверяешь ли ты, то есть не веришь ли ты в самого Бога, а доверяешь ли ты ему свою жизнь. Вот. То есть если человек действительно доверяет себя Богу, то тогда именно в меру своего доверия он и называет Бога тем именем, которое соответствует его вере. если человек верит в Бога судью, прежде всего, это главная черта в Боге для него, то он не побоится произносить имя Бога, потому что он верит, что Бог справедливый судья. Есть немало христиан, которые верят в идею справедливого Бога, хотя многие отцы-подвижники говорили, что Бог не справедлив, потому что в нем любовь возобладает над всеми остальными проявлениями Бога, но в то же время именно в Ветхом Завете неоднократно Господь говорит о возмездии, в том числе в этой заповеди, которую мы сейчас с вами обсуждаем, ибо не оставит Господь Бог без наказания того, кто произносит имя Бога напрасно. И вот опять же, как понимать наказание? Наказание, если брать славянское слово, наказ — это научение. Это урок. Да. Но с другой стороны, ведь Господь учит не только грешников, но и праведников. Да? Дашь премудрому вину и премудрше будет. То есть тому, кого Господь учит, если человек этот праведен, он с радостью принимает научение от Бога. А если человек не ценит взаимотношение с Богом или не верит вообще, то для него научение Бога досадно. Если с человеком что-то происходит, что он может воспринимать как некое наказание свыше, то редко человек радуется этому. Наоборот, человек чаще всего досадует. Как? И разве я заслужил, что я сделал такого? Да, мне-то за что. Мне-то за что, да. Даже если человек злодей, он всегда найдет кого-то, с кем он может себя сравнить в лучшую пользу. Да, я там убийца, я там вор, но есть те, кто хуже меня согрешили, больше меня украли, больше украли. Я не таков, как прочие человецы, да? Это да. Если, да, превозношение над людьми, другими. Поэтому, если человек хочет действительно оправдать свое состояние, то это легко сделать. Как раз дверь большого труда не надо. А вот для того, чтобы взглянуть на себя честно, это нужна смелость, во-первых, и нужно, чтобы человек искал истины действительно. Не своей правдой, а истины Божьей в себе, в своей жизни. И тогда получается, что если человек видит свою ошибку перед Богом, в том числе в нарушении вот этой, допустим, заповеди, да, не произноси имени Господа Бога напрасно. Человек искренний, верующий, но в каком-то разговоре он пошутил и в шутку произнес имя Бога. Такое бывает, к сожалению, даже у глубоко верующих людей. Почему это происходит? Потому что до тех пор, пока человек несовершенен, он может ошибиться. Да? И как известный эпизод из жизнеописания преподобного Макария Великого, который уже умер, вот его уже душу несут ангелы к воротам рая, а он все еще считает, что он не в безопасности. Да. вот, и только пока он уже оказался в воротах рая, вот тогда он сказал, да, вот теперь я спасен. Ну, его там по пути бесы пытались уловить, что ты нас там победил, Макарий, ты великий. Ангель, нет, нет, нет. Нет, еще нет, да. То есть до тех пор, пока человек не достиг встречи с Богом, не увидел Бога лицом к лицу, а рядом с Богом невозможно никакое зло для человека, для его души, потому что Бог попаляет и попирает всякое зло, он сильнее всякого зла. И никакое искушение не может повредить человеку тому, который находится в момент Богообщения, да, то вот пока человек не находится в моменте Богообщения, он может пасть. Вот. И поэтому, да, и человек даже искренне верующий может поддастся искушению какому-то, не подумав, чаще всего это происходит, потому что человек не готов к искушению и совершает ошибку, пошутив что-то о Боге. Я такое видел и сам могу сказать, что человек, который хочет здесь быть в безопасности, лучше приучать себя, своё сознание к тому, что Бог, Он слишком ценен и важен для меня всегда, и отношения с Ним драгоценны всегда, и я не хочу их потерять. Вообще, в принципе, наверное, для верующего человека это самый лучший подход, не бояться наказания как такового, да, а бояться потерять драгоценные взаимоотношения с тем, кого любишь очень сильно. Вот если человек действительно любит Бога всем сердцем, он не хочет, чтобы что-то разрушило эти взаимоотношения, при том, что верующий человек понимает, что Бог-то, что бы я ни сделал, Он от меня не отвернётся. Да, это мы от Него отворачиваемся. Но если человек действительно хочет сам не потерять свою связь с Богом, то именно постоянное напоминание себе не как угроза, а как, наоборот, как дар. Вот есть драгоценный дар у меня, чувство веры, живой веры, и я не хочу его терять. А я знаю по опыту подвижников, которые оставили для нас руководство, что если человек совершает грех, то он теряет вот это живое чувство веры и может достичь и безверия даже. Не потому, что что-то произошло страшное, а потому, что какие-то мои грехи, мои ошибки постепенно заслоняют меня от Бога, и я теряю чувство веры и, в конце концов, и саму веру. И вот если человек не хочет это живое чувство, согревающее его сердце, терять, то тогда быть внимательным напоминать себе о важности взаимоотношений и важности того, что даже в мелочах лучше всегда быть Богом. Вот это, кстати, очень важное уточнение, потому что вот эта вот заповедь, она как раз таки вот кажется, что это какая-то мелочь, что это всего лишь слово. Чтобы было более понятно, я просто для примера зрителям расскажу, о чем отец Дионисий говорит. Есть такие, знаете, слова-паразиты, которые человек употребляет, и в том числе в религиозном плане. Вот отец Дионисий говорит очень часто, когда люди производят это, ах ты, Боже мой, Господи, да что же это такое, там, Божечки, какая красота, или просто слово Господи. Вот постоянно человек произносит слово Господи. Не привязано вот о чем говорится здесь сейчас, что к молитве, к обращению, к вот этому вот сокровенному пониманию, что ты обращаешься не просто к личности, какой-то вот, кто тебя окружает рядом, а творцу мира, тому благому Богу, который многое может сделать тебе хорошего, и уже сделал, создал прекрасный мир, но ты понапрасну, или вот церковное славянское слово используется в суе, то есть просто так ты обращаешься к нему, а дальше, то есть ты произнес, а дальше что? Ты не сказал, Господи, спаси, сохрани, вразуми, ты не поблагодарил Бога, не сказал, Господи, благодарю тебя за все, и ты это сделал вот где-то мимо проходя, где-то вот в какой-то ситуации, и кажется, что это вот такая вот, да ладно, это мелочь, а вот с этих мелочей, да, вот как камень, вода точи, да, вот поговорка, с этих мелочей начинается в том числе, как вот отец Дениси, вы сейчас сказали, и отпадение от веры. Да, потеря живого чувства веры, поэтому между святыми отцами была полемика по поводу того, что вот вы сейчас, отец Максим, рассказали, можно ли произносить в разговоре имя Божье, с одной стороны, это молитва, да, Господи помилует человек, вскрикивает в момент чего-то неожиданного, вот, а с другой стороны, не является ли это нарушением третьей заповеди, может быть, это напрасное произнесение, если человек не собирался молиться, а тут вдруг произошло что-то неожиданное, и он вскрикнул, и есть отцы, которые говорили о том, что ни в коем случае нельзя произносить, скрикивая, даже в этот момент, даже в этот момент, момент неожиданности, да, и имени Божьи, почему, потому что это напрасно произнесенное имя, с другой стороны, те отцы, которые сами в жизни своей сталкивались, что они в разных ситуациях произносят имя Божье, да, в том числе в неожиданной ситуации, они говорили о том, что если человек в этот момент действительно по привычке обращаться к Богу, не по привычке произносить имя Бога, а по привычке в любой трудной ситуации обращаться к Богу незамедлительно, Господи помилуй, да, то есть человек ударил себя молотком по пальцу и закричал, Господи помилуй, сейчас такое трудно представить, потому что большинство людей не церковные и даже те, кто церковные, выросли в не церковной обстановке и слышали совсем другую реакцию, когда человек что-то неожиданно себе по пальцу ударил, да, вот, и поэтому я дважды всего за свое священческое служение видел, когда человек искренне это говорит, Господи помилуй, потому что он действительно привык, привык обращаться к Богу за помощью в любой трудной ситуации. И один раз это был священник, с которым мы вместе учились, вот у нас была встреча, вот, и в момент разговора рядом проходящий человек, резкий был звук от него, да, неожиданный. и этот священослужитель, он сказал, Господи помилуй, и было видно, что он это сказал не ради присловия, он сказал действительно по привычке, обращаясь к Богу, по привычке в трудной ситуации, то есть это была именно молитва, и здесь не было произнесения напрасного, да, человек получает подкрепление каждый раз в трудной ситуации, он не задумываясь, хотя мы находились в людном месте в общественном, да, не в храме, вот, и поэтому он так отреагировал, я не думаю, что здесь был грех, а вот когда человек просто привык, как присловие, да, вот кто-то матерится постоянно через слово, а кто-то произносит слова божественных имен, да, через слово, к сожалению, такое тоже бывает, да, ну, самое простое у нас, когда люди говорят «Спаси Господи» в церкви, вот кажется, это же естественно, но мы действительно желаем в этот момент спасения, или это у нас элемент спасибо? Да, да, это интересно, просто для зрителей чуть-чуть уточню, дело в том, что исторически слово «спасибо», оно на самом деле было другим, это было «спаси Бог», и в современной практике церковный человек, он говорит «спаси Господи», и вот отец Денис интересный момент подняли, я даже, наверное, за себя теперь подумаю, а я всегда ли отвечаю, имея в виду спасибо его в современном виде, или действительно я говорю как молитву в адрес Бога за конкретно взятого человека, так, да, имеется в виду? да, то есть получается, что если мы хотим поблагодарить человека, то может быть уместно именно сказать «благодарю вас», да, вот, а если мы хотим церковному человеку пожелать спасения, то да, «спаси вас, Господь», мы обычно говорим более развернуто, вот, а вот «спаси Господи» у нас, видимо, постепенно превращается в то же самое «спасибо», от которого мы пытаемся уйти, от присловия, да, вот, что касается резких выкриков, допустим, то здесь мне очень нравится объяснение знаменитого нашего ученого Николая Дроздова, который ведущий передачи «В мире животных», вот, так как он во время путешествий очень часто сталкивался с неожиданными ситуациями, да, когда какое-то животное выскакивает из кустов, ты вроде его ждешь, а в то же время каждый раз это может быть неожиданностью, и он поймал себя на том, что он ругается, матерится в этот момент, какое-то бранное слово из него вылетает, а ему это не нравится, вообще никак не нравится. Он стал исследовать вопрос, как хороший ученый он стал читать статьи специализированные ученых, занимающихся поведением, в том числе речевым, да, людей. Выяснилось, что люди, которые что-то произносят резкое, выкрикивают что угодно, кто-то матерится, кто-то маму вспоминает, что угодно, любое другое слово, они говорят это потому, что в них срабатывает ответ, который заложен в нас тысячелетиями существования человека, ответ на резкую ситуацию, и это неосознанный всегда ответ, это эмоциональный ответ. эмоции всегда быстрее, чем разумные ощущения наши, или разумные мысли. И поэтому он понял, что просто ничего не говорить у него не получится, потому что это разумная установка, я не буду ничего произносить, когда что-то неожиданное на меня выскакивает. Но это надо себе поставить блок, это целый процесс мыслительности. потому что это рациональное, а рациональное всегда медленнее, чем эмоциональное. И он понял, что ему нужно заменить бранные слова на какие-то другие. И он приучил себя очень долго, и в конце концов он говорит, теперь в любой неожиданной ситуации я кричу «Эй!» У него не сразу, то есть это нейтральное слово, которое никуда не относится, ни к брани, ни к молитве, просто какое-то нейтральное слово, которое он себя постоянной практикой научил выкрикивать в неожиданной ситуации. Просто ничего не кричать невозможно. Такова наша слабая человеческая природа, что мы всё равно кричим. В минуту опасности когда-то наши далёкие предки, которые проводили время в основном в опасных ситуациях, криком отгоняли от себя эту опасность. И поэтому это естественная реакция, естественная, которая принимает формы либо брани у людей невоспитанных, либо, соответственно, если человек глубоко религиозный, он может кричать имя Бога, но не потому, что он молится в этот момент, а просто от неожиданности, действительно, напрасно произнося имя Бога. И поэтому вот этот метод не отца церкви, но хорошего, доброго человека, уважаемого учёного нашего Николая Дроздова вполне можно рекомендовать верующим людям. Отец Дионисе, у нас прям чуть-чуть осталось времени, а вот попрошу, вот чтобы вы рекомендовали нашим зрителям касаемо вот этой вот заповеди, как всё-таки вот правильно, наверное, научиться следить за своим языком и в то же время возгореть сердцем в молитве к Богу. Дело в том, что заповедь, которую Господь Бог даёт нам как главную в возлюбии Бога всем сердцем, она с одной стороны действительно самая важная. Если любишь, то сердце любищее подскажет, а с другой стороны мы знаем, что любовь — это дар. Нельзя искусственно заставить себя полюбить. И поэтому единственное, что мы можем приготовить себя к принятию этого дара, вот, а это уже возможно практикой. У тех отцов, которые достигали этого состояния, они говорят, что доверие к Богу — это самый главный, самый важный способ подготовить себя к принятию дара любви к Богу, который уже всему остальному научен. Как говорил апостол Иоанн Богослов, совершенная любовь изгоняет страх. Человек уже не боится ошибиться, потому что любовь в сердце к Богу искренне руководит им. И вот поэтому если у нас мы чувствуем, что сейчас в данный момент у нас нет такой совершенной любви к Богу, но мы хотели бы её принять, то доверять Богу каждый день в простых вещах, в мелочах и в больших вещах учиться доверять себя и свою жизнь Богу. Спасибо большое, отец Дионисий, за эту прекрасную беседу. Вас, дорогие зрители, я тоже благодарю за то, что вы нас посмотрели. Ну и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова